С производством геморрой во всём. Ломается постоянно там то одно, то другое, то третье, то программы у них какие-то летят. Субподрядчики, все у тебя аутсорсники, они меня куда посылать будут? Ну да, небольшая погрешность, и что? Я могу вам вот так припылить, хрен ототрёте? Заказчик орёт, все недоволен. Нельзя этого избежать, вообще нельзя. И ты вот с этим пытаешься разобраться. Тут лучше пока ничего не тыкать, пока не подсоединяться. Он в аварию уйдёт и всё, его опять перезагружать придётся. Устанок Биберна, Вейхон, вышел в аварийный режим. Рассинхронизировались оси за выходные, какой-то сбой, видать, произошёл системный. Сейчас удалённо подключаться будут люди, будем пытаться его восстановить. С производством геморрой во всём. Вот эти все станки, вот это огромные помещения, электричество, куча людей, которые тут же помимо того, что оно работает, его же надо смазывать, ремонтировать. Оно ещё ломается постоянно, там то одно, то другое, то третье, то программы у них какие-то летят. Если бы я мог просто отдать кому-то, кто мне бы хорошо сделал эту операцию, ту операцию, ту операцию, у меня бы был чистенький красивенький цех, где бы я просто собирал красивенькую мебель, отвозил бы её заказчику и был бы счастлив. Но в реалиях современных подрядчиков, которые могут нормально выполнять конкретные операции, ну скажем так, что нет. Элементарный пример. Выкрасы делаем, да, для заказчиков, для дизайнеров, чтобы они посмотрели, подходят им или не подходят. Небольшие квадратики. Вот, допустим, я делаю это сам, своей малярке, весь свой маляр, который это умеет делать, понимает, и всё у него классно. Мы отправляем эти выкрасы. Приходит ответ, выкрас хороший, сделайте его более припыленным. У меня маляр смотрит и говорит, блядь, как? Ну как? Каким образом я его должен припыленным сделать? Насколько более припыленным? Я могу вам вот так припылить, хрен ототрёте? Но мы это можем сделать, опять-таки, да, то есть можем что-то уточнить, что-то тут как-то, мы же сами это делаем. А если у меня вот компания, которая красит фасады, и вот я им звоню, сделать мне более припыленный, они меня куда посылать будут? И вот ты в итоге от этих субподрядчиков уходишь сам, чтобы вот это более припыленное хоть как-то смастерить. А там помимо припыленного ещё там же много всего весёлого. И ты вот просто, имея свой ресурс, ты с этим пытаешься разобраться. Вот не хочешь, но ты вынужден просто-напросто в итоге уходить и делать эти операции самостоятельно, чтобы, а, иметь возможность влиять на результат, раз, влиять на сроки, два, ну и, соответственно, делать хорошо потом это, три. Ну, скажем так, много кого я знаю, они работают по принципу аутсорса, но это не потому, что они это хотят на самом-то деле. Большинство постепенно строят малярные камеры свои, постепенно покупают оборудование, то есть безвыходная ситуация. Либо ты будешь делать какую-то херню, если честно, и нормальные проекты с нормальным качеством делать не получится. Просто потому, что это невозможно. Потому что всегда эти субподрядчики, все эти аутсорсники, они будут тебе гадить. Например, на тот момент, когда я ещё фасады массив не делал, делали шкаф. Красивые фасады из массива, дуб. Я заказал у столярной компании, у хорошей, нормальной столярной компании. Вот они мне привезли 8 фасадов на обычный шкаф. 4 антресольных, 4 нижних высоких. Вот 4 антресольных разного размера, сильно разного размера. На вопрос, почему нельзя сделать 4 одинаковых квадрата, мне сказали, ну, как у Никулина, не судьба. Российская действительность, ну в чём? Ну не нравится? Бери. Что, братюня? Ну что, нормально же? Ну да, небольшая погрешность, и что? Ну поправь, что-то маленький, что ли? Вот тебе скажут примерно такое. Но если ты идёшь вот в этот проект, где уже даже самые материалы достаточно дорогие, и здесь шпоны, и вот вся вот эта история. Массив, лаки и всё остальное. Здесь, в принципе, подход должен быть другой. Там вот это вот, типа, не нравится, не бери, оно не канает. Когда это регулярно, каждый раз, ты в итоге приходишь. Ты же платишь за это, за всё так или иначе, да? Это же, даже если не деньгами, всё это время отвезти, привезти заново. Заказчик орёт, все недовольны. К тому же, опять-таки, ты-то узнаёшь на монтаже, как правило. То есть это вот стандартная история. То есть всё поставили, всё классно, всё. Вот он фасадики пристегнул, всё сделал, закрывает. Твою мать. Потом-то это всё. А допускаем, да, что мы из одного города. Монтаж мы делаем в другом городе. Это отвези, привези, замени. То есть это вот целая куча времени. И в итоге приходит, ты плюёшь на всё это дело, ищешь себе нормального столяра. Допустим, четвёртый человек становится нормальным столяром. Уже здесь ты можешь регулировать. То есть ты, грубо говоря, приходишь и говоришь, Вася, твою мать, ну квадрат же, это же не круг. Да, действительно, говорит Вася, сейчас сделаю квадрат. Но ты можешь прийти и сказать, что завтра у тебя будет квадрат. А когда это какие-то люди где-то чего-то, опять-таки, ты ещё напрямую с человеком не разговариваешь, ты же разговариваешь с каким-то там руководителем, да, там менеджером, например, какой-то. Ты того Васю-то и не видишь, который тебе вот эти квадраты не одинаковые делает. И объяснить ему, что, блин, ну надо мне, квадраты одинаковые, ты не можешь. И ты опять уходишь и начинаешь это делать сам. Какой-то делаешь участок, который будет обеспечивать твои потребности конкретно вот в этом вот направлении. Мы же красим много и, как правило, красим по раскладке НЦС. И все эти цифры-то, которые выбрал заказчик, все эти номера, красок, всё остальное, технолог это вписывает вручную. И вот она меняет случайно абсолютно, то есть не 20, а 0,2 она там тык-тык-тык-тык, и он натыкало. И всё, всё классно. Здесь-то дальше никто же не знает. Маляры смотрят номер, он этот номер заказывает, приезжает краска, ну зелёная, всё. Покрасили, отвезли, приезжаем, человек смотрит на всё, говорит, а красная должна была быть. Выясняем, ну да, перепутал две цифры. Нельзя этого избежать, вообще нельзя. И возвращаясь опять к вопросу о том, почему всё своё, да вот потому. Потому что если всего этого своего нет, то куда бегать-то? Кому? Кого просить переделывать? А переделывать будешь всегда. Мы делаем то, что вы не можете купить. Вот основная идея в этом. А дизайн проекта – это как раз очень часто фантазия дизайнера, как это должно быть. И купить это, как правило, тупо нельзя. И это нужно именно придумывать, делать. У нас же очень часто менеджеры, когда они работают с проектом, они звонят, технолог говорят, там, слон говорю, Андрей, «Посмотри, пожалуйста». Андрей такой, а что за херня? А это вот тумбочка ванну, говорит, а как она там будет висеть у вас? И вот тыры-пыры-пыры, начинаем придумывать какие-то элементы, искать какую-то фурнитуру, которую можно закрепить, а потом выясняется, что там социальная гипсокартоновая, а на ней вот такой вот гроб висит, условно говоря. И начинаем стены разбирать, закладные делать уже по нашим каким-то чертежам, где эти закладные размещать. То есть это тоже целая эпопея покруче производства на самом-то деле. Как делать дизайнерские проекты, особенно сложные проекты, без собственного производства, я не знаю, может, кто-то научился, я бы, наверное, как раз денег заплатил, чтобы меня тоже научили. Но как я не пытался, я только больше и больше развиваю свое производство, потому что, опять-таки, возвращаюсь к тому, что каждый раз, чтобы сделать сложные дизайнерские проекты, я вынужден покупать оборудование вплоть до этого, нанимать новых людей и каждый раз какие-то новые приколы придумывать на самом-то деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова